Новое лицо Краснодара. Каким ему быть? Архитекторы предлагают единую цветовую гамму для зданий. Правда, какую палитру выбрать, предстоит ещё решить. Специалисты спорят по пути в автобусе. Губернатор собрал всех ответственных руководителей за реконструкцию города и отправился в рабочий объезд по кубанской столице. Улица Октябрьская – исторический центр. В основном здесь расположены магазины. Видно, что предприниматели активно взялись за ремонт фасадов. Их, к примеру, считает Александр Ткачёв, должны последовать и остальные. Вот так должен быть. Так должен весь город быть. Или светлый. Исторические знания. И бизнес должен сам действительно. Ну, в том числе пусть красит его, пусть белит его. Центр большого города за месяц изменился. Убрали ржавые ларьки, лишнюю рекламу. Теперь хотя бы видна городская архитектура. Мэр Краснодара Владимир Явланов говорит, что это только начало. В планах у властей обустроить на Красной ещё один сквер. Вот здесь, Александр Николаевич, между этим домом и музыкальным театром здесь запланирована зелёная зона. Она спроектирована. Ярко-жёлтые пешеходные переходы – ещё одно новшество. Краснодар всегда отличался от других городов. Вместо обычной зебры раньше рисовали красную. Теперь решили сменить цвет дорожной разметки. Иной будет и тротуарная плитка. Там, где старая разрушилась, поменяют на новую. Александру Ткачёву показывают улицу Северную, где уже часть тротуаров сделали в едином стиле. И, как пример, новое решение для фасадов торговых точек. Сейчас как бы обновлённый вариант фасада, который мы рекомендуем бизнесу аналогичного типа, в том числе по улице Северной. Вы можете цвета менять, да? Да, конечно. Цветами, такими же пастельными тонами. Но такой вот архитектуры, такого вида – это сразу украшает. Отлично, абсолютно правильно. По дороге губернатор обращает внимание на новый забор, который с виду кажется каменным, а на самом деле из металлопрофиля. Вариант интересный. Рядом альтернатива. Архитекторы и мэр города показывают бледно-жёлтый забор. Такие же установили на Октябрьской. А вот имитация под дерево. Пока специалисты спорят, какой вариант выбрать, глава региона интересуется мнением прохожих. Большинство голосует за каменный. Я думаю, что должно быть многообразие. Мы должны все типы применить. В усадебной застройке один тип, потому что красный яркий. Просто вот эта гамма, она приближена друг к другу. И камень мы должны применить, и это дерево, и то. Но выбрать цвет для заборных ограждений, пожалуй, не самая тяжёлая задача. Гораздо важнее параллельно с реконструкцией решить другие застарелые проблемы Краснодара. Стихийным бедствием для города Александр Ткачёв называет припаркованные по всему центру автомобили. Они занимают не только обочины, но и полосы движения. Уже на заседании оперативного штаба глава региона обсуждает одну из ключевых проблем города – транспортную загруженность. Пятибальные пробки на центральных улицах даже не в час пик для краснодарцев стали делом привычным. Расширять улицы исторического центра возможности нет. А значит, нужно предлагать альтернативу в виде удобного и доступного общественного транспорта. Я знаю, что опыт первой организации движения общественного транспорта есть уже по улице Октябрьской. Две полосы именно отданы под движение троллейбусов и маршруток. И хотел бы услышать, насколько это эффективно. И, конечно, и парковки на въездах, на выездах из города. То есть надо сделать так, чтобы людям было выгодно, комфортно пересаживаться на общественный транспорт. Они должны быть уверены в нём. Это и скорость, это и безопасность. И недорого. Поэтому считаю, что это общемировой тренд, опыт, и мы должны в полной мере его использовать. При этом вопрос строительства больших транспортных развязок, одну из которых на пересечении улиц Тавропольской и Старокубанской начнут возводить уже в этом году, с повестки дня никто не снимает. Всего же на реконструкцию дорожно-транспортной сети краевой столицы выделяют 1 миллиард 700 миллионов рублей. В проекте ремонт улиц Новороссийской, Володарского, Кирова, Герцена, Монтажников и Яна Полуяна. Завершат в этом году и строительство Восточно-Кругляковской. Впереди капитальный ремонт, реконструкция парков, которые у нас ещё остались. Их немного, но тем не менее мы должны, начиная от парка со слоном, парк возле Весняковского рынка, так называемый, он, правда, уже плохо похож на парк, ну и многие другие. Мы должны в этом году хорошо запроектировать и сделать их удобными, комфортными для жителей нашего города. Масштабных проектов много. В Краснодаре, с учётом опыта олимпийского строительства в Сочи, уже задействовали большие ресурсы. Глава оперативного штаба Джамбулат Хатуов обращается к Александру Ткачёву с просьбой организовать градостроительный совет при губернаторе. Это поможет привлечь максимальное количество профессиональных кадров к реконструкции и благоустройству столицы края. Что же касается общественности, то она уже подключилась. После появления сайта краевого оперативного штаба, в котором представлены проекты будущих изменений, инициативные горожане там же высказывают своё мнение и публикуют предложения. Хотелось отметить, Александр Николаевич, что с момента начала работы сайта стало поступать большое количество обращений к гражданам. К нам было принято решение, что все эти обращения мы в течение месяца расцениваем как обращение в адрес губернатора Краснодарского края. Мы выработали действенный механизм, который позволяет после обращения уже через несколько часов исполнителям приступать к работе. Кстати, одним из пожеланий краснодарцев была в своё время реконструкция аллеи у кинотеатра «Аврора». Масштабный проект потребовал солидных финансовых вложений. Но скоро результат увидят гости и жители кубанской столицы. Крупнейший на юге страны 3D-фонтан практически готов. Протяжённость каскадов будет 60 метров. Смогут горожане посмотреть и любимые фильмы под открытым небом в летнем кинозале. Помимо парка планируют реконструкцию самого здания кинотеатра «Аврора», которое не ремонтировалось с момента постройки. Глобальное переустройство уже коснулось и подземного пешеходного перехода рядом. Всего в городе их 18 и везде уже идёт ремонт. Переходы облицуют керамогранитом, поменяют там освещение и установят видеокамеры. Гораздо лучше, чем было до этого. Во много раз, конечно, очень нравится. Всё красиво, всё хорошо. Краевой оперативный штаб по благоустройству Краснодара работает всего месяц. Но изменения уже заметны. Темп кардинальных перемен власти сбавлять не намерены. И очень рассчитывают, что в вопросе капитального ремонта в Большом доме его жители, краснодарцы, не останутся в стороне. Евгений Вольский, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Денис Москаленко. 9 канал Краснодар.